В начале июля вышел указ президента о присвоении Ульяновску звания города трудовой доблести. В годы Великой Отечественной войны каждая четвертая шинель и каждый третий патрон были выпущены в нашем городе. В Ульяновске также выпускали трехтонкий или ЗИС-5, один из основных автомобилей Красной Армии во время войны. История завода началась с военного времени, когда 1 июля заседания Государственного комитета обороны было принято решение об эвакуации промышленных предприятий из Москвы в Сибирь, на Урал и на Волгу, то было предложено разместить сборочное производство автомобилей в Ульяновске. Сюда приезжала комиссия, которая рассмотрела эти вопросы и дала заключение добро, положительное заключение. И уже это в августе, а 20 октября уже поступать начали первые эшелоны с оборудованием и москвичами, специалистами, работниками автомобильного завода имени Сталина Москвы. Мой собеседник Анатолий Александрович Лазарев проработал на Ульяновском автомобильном заводе 30 лет. Ветеран рассказал о вкладе предприятия в Великую Победу, о заводчанах, труд которых приравнивался к подвигу, а также о том, какую огромную роль завод сыграл в развитии автомобильной промышленности страны. А 1 апреля 1942 года был выпущен первый автомобиль, который проехал по территории города и принимал участие в демонстрации на 1 мая. Это апрель, а к концу года, в июле, уже в июле, начали выпускать по 20-30 автомобилей ежедневно. И в 1942 году было выпущено 1830 автомобилей ЗИС, которые были направлены на фронт. За годы войны автозавод, тогда еще Ульзис, выдал 7800 автомобилей, которые поступили на фронт. Как они выглядели, сегодня можно посмотреть в выставочном комплексе УАЗа. Ну, оно чем отличается? Тем, что кабина деревянная, все тут по максимуму сделано так, чтобы быстрее, больше и надежнее. 22 июня 1943 года Государственный комитет обороны принял решение о строительстве в Ульяновске автомобильного завода на базе эвакуированных мощностей ЗИСа. Он был построен здесь, в чистом поле. Для этого было принято решение построить ТЭЦ, которая была опущена в эту самую заводскую ТЭЦ в 1945 году. Началось строительство поселка и других, и организаций, все социальные вопросы, это и детские садики, и школы. В 1944 году для обеспечения завода специалистами был открыт автомеханический техникум, который также был привязан к автомобильному заводу. Анатолий Александрович, расскажите, как вы пришли на завод, когда это было? Я пришел на автомобильный завод 8 августа 1960 года. После службы в армии пришел сюда, устроился в инструментальный цех токарем. Поэтому вся жизнь моя связана с автомобильным заводом. Какие люди здесь работали? Кто вас встретил? Первые ваши впечатления от завода? Первое впечатление было, в то время было то, что это одно из крупнейших предприятий города и области, потому что других не было, и рядом никаких заводов не было, это раз. И люди, которые прошли жизнь военного времени, они, конечно, относились к нам, к молодым, относились с пониманием, с помощью. Можно было по любому вопросу подойти, спросить. Я был свидетелем и участником тех людей, которые приехали из Москвы. Это Салат Виктор Арсеньевич, который впоследствии стал героем соцтруда. Мы работали на одном участии. Мы ежедневно с ним контактировали. Вера Михайловна Маркова, которая была ударницей фронтовой бригады, которым неоднократно присуждались призовые места в общероссоюзном соревновании ударников фронтовых бригад. Гуреев, шлифовщик, ну и другие, которые работали в то время, они помогали нам, молодежи, осваивать то производство, которое было. К сожалению, сейчас надо отметить то, что из них, из тружеников, которые приехали из Москвы, сегодня никого не осталось. Анатолий Александрович показал, какой автомобиль выпускал завод в то время, когда он только пришел на предприятие. Эти автомобили выпускались очень давно. Они были переданы с Горьковского автозавода. И мы их начали выпускать уже на конвейере. Конвейерная сборка пошла. Поэтому они заслужили свое уважение. И поэтому очень длительное время выпускались на заводе. Аж до 91-го года. Во время нашей беседы Анатолий Александрович вспомнил, как без отрыва от производства окончил вечернюю школу, получил аттестат и поступил в Ульяновский политехнический институт. Уже на третьем курсе института он получил должность мастера подсобно-механизированного участка. В дальнейшем как складывалась Ваша судьба? Я был группом с органом, был членом партийного бюро ТЭХа. Ну и по рекомендации был направлен или призван, как лучше сказать, в это самое, работать в партийные органы. Поэтому я проработал вот еще 13 лет в партийных органах. В 1989 году Анатолий Александрович вернулся на родное предприятие. На должность заместителя генерального директора по режиму и гражданской обороне. Спустя 13 лет он ушел на пенсию, но связь с заводом никогда не терял. Тем более, что здесь работали его жена, зять и сын. Сегодня продолжателем династии является внук, который также работает на заводе. Вы гордитесь тем, что производили такой легендарный, собственно, это легендарный автомобиль УАЗ. Он поступал в регионы страны, другие регионы, республики, за границу уходил. У меня был УАЗик, у меня был этот фермер, я на нем ездил. Это самая удобная и машина, которая незаменима для поездок на экскурсии, для поездок в лес, на рыбалку, по садовым делам. В целом, конечно, наша машина достойна, достойна уважения, достойна любви к ней. Сегодня Анатолий Александрович Лазарев – председатель общественной организации «Совет ветеранов УАЗ». Задача Совета ветеранов – забота о бывших работниках УАЗа – пожилых, одиноких людях. Наша организация – это одна из старейших ветеранских организаций не только в области, но и в России. Она была организована по инициативе московских рабочих, которые приехали сюда. И в силу того, что москвичи начали уходить на пенсию, стало необходимым, как оказывать помощь, как решать проблемы с ветеранами. На учете в Совете ветеранов Ульяновского автомобильного завода состоит около 5000 человек. Среди них 23 участника войны и больше 2000 детей войны. Все они по любому вопросу обращаются к своему председателю. И Анатолий Александрович никогда не отказывает. Старается решить все проблемы, скрасить жизнь своих коллег. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новость, Село Правда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова